Здравствуйте, уважаемые зрители! Недавно я выпустил ролик под названием «Стали известные имена нападавших на мужчин с ребенком в Москве». Вот эти, как сказать, хулиганы, которых задержали. И издательство Хаген Азе опубликовало статью, и там сами авторы этой статьи написали, что эти парни, они пишут, издательство Хаген Азе, были азербайджанцами. Но, у моего, один подписчик, вот, бакинский Илья Муровец, написал, что это фейк, распространенный московским комсомольцем. Эти ребята из Оренбурга, и они казахи. Наши уже обратились в Генпрокуратуру России из-за ложного распространения информации об азербайджанцах. Не понимая, почему Хаген Азе тоже в этом участвуют. Я тоже не понимаю, почему азербайджанские издания, популярные в Азербайджане, написали, что все они оказались азербайджанцами. Судя по их внешним, как сказать, данным, лицам, они совсем не похожи на азербайджанцев. Правильно он пишет, что это казахи. Уже многие написали, что это граждане России, даже из Казахстана, возможно. Но по лицам видно, что явно не азербайджанцы. Так что просьба ко мне претензий не предъявлять. Это Хаген Азе опубликовала эту статью. Ну и вот по этой теме Песков охладил пыл Симонян. Симонян там кричала с утра до вечера в этих своих постах, что это азербайджанцы. А Песков охладил пыл Симонян. И Кремль не видит национальной подоплеки. Сам Песков даже вмешался в это дело и сделал заявление. Кремль не видит национальной подоплеки в случае с недавними резонансами-драками в Москве, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все граждане России, сказал пресс-секретарь президента в ответ на просьбу прокомментировать в случае с избиением мужчины недавно, который пострадал с ребенком, когда на него напали эти хулиганы. На самом деле речь идет о пронарушениях со стороны граждан России. И это именно является важным, цитирует представители Кремля ТАСС. А, вот еще Симонян как раз на фотографии. Он отметил, что следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то, соответственно, эти граждане России будут привлечены к ответственности, заверил Песков. Ну и вот тут пишут, что да, эти хулиганы напали на мужчину с ребенком, и один ударил ребенка по щеке даже. Маргарита Симоняна публиковала в своем телеграм-канале пост, осуждающий преступления в России граждан из стран Закавказья. В нем телеведущая призвала мигрантов прекратить нарушать закон Российской Федерации, пообещав в противном случае ужесточение миграционного законодательства. Ну и по поводу этого заявления выступил Розам Кадыров, жестко наехал на Симонян, сказал, чтобы она больше таких постов фейковых не публиковала в своих российских изданиях. И вот теперь даже дочь Пескова поддержала Кадырова в споре с Симонян. Вот, если видите на фотографии дочь Дмитрия Пескова, и вот что она заявила. Так, извиняюсь, дочь пресс-секретаря Владимира Путина поддержала главу Чечни, который призвал администрацию президента, Госдуму и правозащитников не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства россиян. «Будет неожиданно с моей стороны, но я с этим согласна», подписала Пескова в Инстаграм, в котором говорится, что Кадыров предложил принять меры отношений СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в этих публикациях. Кадыров написал пост в ответ на заявление Маргариты Симонян, которая прокомментировала избиение мужчины с ребенком в Новой Москве. Симонян написала, что приезжие и лица кавказской национальности допрыгивают, допрыгаются правильно, она пишет. Своё такое у них русское, армянское выражение, они допрыгаются. Этот известный человек в России так пишет, это ужас, что в стране опять ведут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро. Кадыров заявил, что СМИ, подконтрольные Симонян, ведут себя так, будто есть только две категории граждан – кавказец или человек без национальности. Он уверен, что тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются, или в них не указывается этническая или региональная принадлежность, где они типа проживают. Вот, убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственные измены, другие громкие преступления, давайте их называть национальность, давайте и тут называть национальность. «Хотя бы лицо славянской национальности, уроженец Москвы, понятно, приятно, зато это будет справедливо и честно по отношению ко всем народам», написал Кадыров. Называется «Уроженец Москвы», Кадыров написал. В общем, вот, даже и дочь Дмитрия Пескова поддержала Кадырова в споре с Симонян. Так что Симонян сейчас будет тяжело фейковые новости на своей странице публиковать. Уже Кадыров взялся за нее, как сказать, будет контролировать эти. Еще одно сообщение, и уже доклад у Путина будет. И будут там разборки, потому что Кадыров общается с Путиным плотно. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.